Проанализировать и принять совместное решение. Представители Союза женщин железнодорожного района Самары обсудили инициативу реформирования системы органов местного самоуправления. Сейчас в Самаре действует двухуровневая система, когда внутригородские районы являются отдельными органами местного самоуправления. При них сформированы депутатские корпуса, выделяется отдельное финансирование на содержание районов. Десятилетний опыт работы в такой системе показал ее низкую эффективность, размывание ответственности между районным и городским уровнями управления. Поэтому теперь предполагается вернуться к системе, когда жители города будут выбирать не районных депутатов, а парламентариев напрямую в городскую думу, а внутригородские районы снова войдут в состав администрации города, как это было прежде. Я уже девятый год являюсь депутатом от железнодорожного района, и у нас округ не такой большой. То есть количество избирателей было 6 тысяч человек, 4 тысячи человек. Если мы возвращаемся к той системе, которая была до этого, то каждый депутат от района, он будет нести ответственность гораздо за большее количество людей и уже может более как бы серьезно подходить к решению вопросов, касающих непосредственно отдельного округа. Вообще изначально, собственно, такая система и была, и она показала свою эффективность. Ну, на мой взгляд, переход на нее вполне обоснован. Подобные обсуждения ранее прошли и в других внутригородских районах Самары. Общественники и народные депутаты инициативу поддержали. Так как я давно, в общем-то, работал при различных системах органов власти, то, в принципе, так было. И вот мне кажется, лично мне кажется, что особенно в наше время, вот сегодняшнее время, наверное, это разумный подход. Это единый будет организм, город и районы, это структурные подразделения, ну, так вот и выражусь, структурные подразделения города. Вот эта реформа, она дает возможность самостоятельности главам района. Они будут, как говорится, уже непосредственно входить в структуру городского округа. Глава района будет нести более ответственность и более полномочий для того, чтобы в своем районе, как говорится, ну, быть хозяином своего района и больше относиться к выполнению тех своих обязанностей. Город – это единое целое, и, значит, районы, они должны работать на город. Ну, я сравниваю, вот, как завод и цеха. И вот я представляю, если, значит, руководители завода, значит, они ему не подчиняются, ну, это неправильно. Мы надеемся, что это будет эффективно, потому что если хорошо, правильно, грамотно работает администрация городов и районов, то мобильность переброски бюджетных средств при необходимости при решении вопросов, она будет более оперативная. Мы изучим все это вот предложение, которое было здесь сделано на этом совещании и постараемся, конечно, вникнуть и свои, может быть, какие-то предложения с своей стороны дать. То есть мы заинтересованы в том, чтобы действительно структура власти работала у нас четко, понятно, быстро, оперативно и с минимальными затратами бюджетных средств. Все предложения, которые сегодня возникли, были предложены, конечно же, понесется в массы, да, все женщины нашего женсовета будут строить свои беседы, встречи с населением нашего района. Напомним, ранее губернатор Вячеслав Федорищев предложил рассмотреть возможность проведения реформа местного самоуправления. Инициативу обсудили в районах, а также в Самарской городской думе. Депутаты также высказали необходимость перейти на одноуровневую модель управления. Когда жители идут голосовать, то они, конечно, дают себе отчет, что вот в этой части нам здесь вот, на нашей территории, где человек избирается, да, есть понимание, чем поможет, и мы на него возлагаем надежды. Вот здесь он защитит наши интересы, а вот здесь, так сказать, он будет продвигать общегородские проблематики. У меня, как у председателя общественного совета, твердое абсолютное убеждение в том, что эта реформа 2014 года себя не оправдала. Ну, во-первых, я всегда была сторонницей жесткой вертикали управления в городе, тем более в городе миллионники, и всегда придерживалась этой позиции. Поэтому я считаю, что сейчас есть у нас все основания для того, чтобы пообсуждать, имеет ли смысл нам сохранять эту многоуровневую систему местного самоправления, либо нам вернуться к той структуре, которая была до 2014 года. Предложения о необходимости реформирования системы органов местного самоуправления вынесут также на публичные слушания. Если жители поддержат инициативу, то Градская дума выйдет с соответствующим предложением о внесении изменений в устав города. Светлана Кудрявцева, Григорий Плешаков. События.